Добрый день, друзья. Так получилось, что в последний рабочий день 2020 года не смогли мы не позвонить человеку, который пугает всю Украину. Говорят, служба безопасности этой страны пугает им маленьких детей, школьников, детсадовских деток и даже некоторых студентов во Львове, Киеве и других украинских городах. Особенно в бывшем Церупинске, почетным гражданином которого этот страшный террорист был совсем-совсем недавно, когда был достаточно богатым и обеспеченным человеком, давал рабочие места, создавал их и платил зарплату сотням и сотням людей в том же Церупинске. Ну а сейчас Алексей Валерьевич Журавка, террорист Украины номер один, объявлен в розыск и кто его поймает, тот заработает бочку варенья и, конечно же, ящик печенья. Алексей Валерьевич, приветствую. Приветствую тебя. Ну, реагировать на это можно разве что со смехом, если забыть о том, что ты вынужден был покинуть страну, у тебя отобрали все, что ты смог заработать за годы и десятилетия, что жил в этой стране, работал там. Но вот когда мне рассказывали люди, впервые о тебе услышавшие из интернета или из наших эфиров, на том, что да, конечно, Журавка, он там по Херсону бегал с автоматом в руках, стрелял направо и налево, уничтожал своих конкурентов, бросал гранаты в бандитов и бизнесменов, я дико хохотал. Ну, это ладно, это боты, которых наняли писать всякую хрень, но когда не боты, а серьезные люди, которые, в общем-то, еще недавно назывались чекистами, то есть с мозгами, объявлять террористом инвалида детства, у которого нет обеих ног и одной руки, ну, это уже не смешно. Ведь таким образом можно любого гражданина Украины, который просто имеет наглость иметь особое мнение о происходящем внутри страны, сказать, что да, он террорист, он задумал террористический акт тем, что думает плохо о нашем прекрасном государстве. Ну, знаешь, меня это мало удивляет на сегодняшний день, и я, знаешь, с такой иронией к этому отношусь, потому что себя я не могу считать террористом, я никогда не прозывал к развалу государства. Я против террористов, которые сегодня находятся на территории Украины и убивают, продолжают мою строну, понимаешь? Ну, можно сказать, я их не обвинитель. Однозначно я за мир, однозначно я за дружбу с Россией, с нашим братским народом. Нас просто разделили на сегодняшний момент. Самый настоящий коллаборант. Я категорически против Бендера, Сухевича и всяких отморозков, которые его сегодня славят. Я категорически против нацистов, которые сегодня управляют страной. Это моя позиция. Я говорил все своими именами. Я был в Донбассе. Я видел собственными глазами, кто обстреливал Донбасс. И Порошенко является террорист, убийца, военный преступник. Турчинов является убийца, военный преступник. И всякая свора, которая сотворила такую страшную трагедию. Они являются для меня убийцами. Они убили свыше ста маленьких детей-ангелков. Отобрали у них школу, улыбку, радость матерям приносящим. Это они. Луценко призывал в 2014 году брать оружие и стрелять, а не Журалко. Поэтому я могу одно сказать. Этим СБУшникам с Херсона фамилия Веслоухов. А теперь эта фамилия будет распространяться на все Херсонское СБУ. Веслоухов. Только надо еще седло им каждому поцепить. И спросить, а на кого вы теперь похожи? Вот как бы я так поступил? Ну а тот, что вчера взорвало всю информповестку в Украине. Вы понимаете, и самое главное это заголовки. Регинал, террорист, бывший нардепт. Но не один. Не один. Сайт не написал. А кто этот Регинал? Что у него рук, ног нету. Что этот человек побывал в дом престарелых, там где его разбомбили в Донбассе. Что этот человек говорит о мире. О настоящем суверенитете. Противоамериканского засилия. Против войны. И самое главное, это за наши добрые, братские, дружеские отношения. И я вот этот флаг люблю, ценю. За ним 9 мая стоят миллионы жизней, которые отдали за нас, чтобы мы жили. Да и я за эту звездочку. Я за героя Советского Союза. Я непосредственно за солдата, героя Советского Союза. Это все солдаты, это наши герои. Я за тех великих полководцев. Я за того Наресева. Вот я за этих людей. Но я не за этих ублюдков, которые убивали мирное население. Он упал. Фашистские националистические вот эти организации. Я против них. И вы у меня это не отберете. Поэтому за что вы меня садите? За то, что вы благодаря этим людям сегодня живете. И вы сегодня живете еще в том СССР. Дома построены. Корабли построены. Самолеты построены, будем говорить так. Ну, атомные станции. Чего вы хотите? Вы просто дебила. А вот самое страшное, что вот эти СБУшники не понимают, что они убивают все человечное. И рано или поздно эти вурдалаки придут к ним. Рвать будут их. Вот этого они не понимали. Лучше бы они занялись преступным миром. Наркотой. Ловили коррупционеров. Которые убивают мой любимый город. Вот я им это посоветую. А не искать безрукого, безногого. И как они там пишут, что я этой своей культей издевался и измывался над высоушниками. Ты знаешь, бред сумасшедший. Да ладно, проехали. Пусть они со своими делами спят. И думают, как они будут детям своим объяснять. Вот как вы могли такое сделать, что коллегу террористам объявили. Вот и все. Это на их совести. Да. Алексей Валерьевич, ну, во-первых, сегодня наш президент подписал таки закон о блокировке интернет-ресурсов, который цензурирует российские СМИ. То есть YouTube, Facebook, Twitter подпали под это дело. И я очень надеюсь, что не просто вот авторские каналы на самом деле и обратный отчет будут работать в YouTube, но и разблокируют, может быть. А если нет, то и YouTube не будет. Наш YouTube канал News Front, который был большим, серьезным. И там огромный архив военных, поствоенных всех событий, в том числе на Донбассе, в Сирии и много еще где. И наши программы там, сколько мы с тобой записали программ, все это, весь этот архив был уничтожен YouTube. Может быть, сейчас вернут, может быть, нет. Но это другое. А вот то, что Украина уходит в такое вот автономное плавание, Западу она не нужна. Запад это сказал. Не будет вам ни одной вакцины. А Восток говорит, да пожалуйста, вот вам сертификат, вот у вас рабочие руки есть, мозги есть, даем вам возможность, сами делайте эту вакцину, нам не жалко. Можете еще заработать, продать. А они в ответ говорят, нет, русские, мы у вас вакцину брать не будем, сдохнем, но не возьмем. Плюс 16 января, вот через две недели с половинкой, они запрещают в публичном пространстве использовать язык агрессора. То есть язык, на котором думает и говорит, порядка 80% населения собственной страны. Вот здесь объясни мне, пожалуйста, а как они запретят? Это же тогда получается, что и Владимир Зеленский с Леной со своей, и Петр Порошенко со своей Мариной, которая в быту говорят на русском языке, а вдруг их кто-то запишет и потом отправит в мовную инспекцию, скажет, а смотрите, преступники, их как минимум оштрафовать надо? Сергей, легче это сделать над простым человеком, чем над ними. Пойми правильно. Государство сегодня не существует, оно находится под протекторатом. Им легче загнать простых людей. Понимаешь, легче создать большую колонию, вот, и издеваться как хочешь над простым населением. А их это не касается. Ты же пойми правильно. Надо же расти новое государство, враждебное государство к России, враждебное государство к русскому языку, проводить полномасштабную русофобию. Вот они будут добиваться. А вот нам что с этим делать? Нам как бы, вот над этим мы должны задуматься. В первую очередь, они, извини, пожалуйста, думать о них. Нам о них не надо думать. Нам надо забирать свои территории. Нам надо на сегодняшний день восстанавливать справедливость, восстанавливать законность, разрешать многонациональной стране разговаривать на всех языках, которых они хотят, и на этом точку ставить. И все. И самое главное, нам надо возрождать свои связи и отношения. Вот это мое личное мнение. Нам надо сегодня уже руководствоваться своими правилами, а не идти на поддалки и играть по их правилам. Вот и все. Ну вот, я смотрю, у тебя ссылка на телеканал наш, без звука просто смотрю, тут украинские украинцы сидят и обсуждают вопрос вакцины. Что апрель 2022, там, 2023, когда, может быть, немножко с барского плеча стола сбросят косточек вакцин. И ты пишешь, что в колониях никогда не лечили рабов. Объясни, пожалуйста, вот действительно, как же так получается? Сидят вроде умные люди, руководители страны, и они-то точно себя вакцинируют, и детей своих вакцинируют. И, возможно, как и российские либерасты будут вакцинироваться именно российской вакциной, а не этим Пфайзером, от которого морду перекашивает. Ну, а люди? Понимаешь, наплевать им на людей. Вот и все. Да давай будем говорить, я же правильно написал, рабам лечение не дают. Ну вот превратили страну в колонию. И что там говорить? В данный момент нам надо думать, какую вакцину придумать такую против дуристики, идиотизма и депилизма. И как сегодня от этих окон освободить народ, который просто сегодня заблуждается. Нам надо об этом думать. А эту власть надо свернуть однозначно. Не Украину раскалывать, как они там говорят, что Россия раскалывает Украину. А эту власть надо свернуть. А Украину надо спасать. Я все-таки верю в спасение. Но эта Украина должна быть не сегодняшняя, а та, которая раньше была. Да и все. Понятно, что сегодня надо искать примирение с Донбассом и давать широкие полномочия. А про Крым сегодня надо забыть. Надо тоже искать примирение и думать, как на сегодняшний момент экономически работать с Донбассом и с Крымом. И все. Надо прямо смотреть в глаза. Ну и, конечно же, примирение может прийти только тогда, когда, знаешь, все, кто привел к такому плачевному состоянию страну и привел к войне, они должны понести наказание. Порошенко должен сидеть в тюрьме. Вот и все. Его вся клика. Алексей Валерьевич, ну, все-таки 2021 год наступит уже буквально вот завтра на послезавтра. В этом новом году много интересных вещей будет происходить. Мир то ли выходит из коронавируса, то ли заходит в него и заныривает еще глубже. И, как некоторые эксперты говорят, и вполне обоснованно, экономические последствия будут куда тревожнее пандемических. Вот Россия работает в этом направлении, по-моему, очень профессионально. А что касается украинской власти и кураторов Украины, они, в принципе, кроме поддержания обороноспособности страны и возможности пакостить России, Донбассу, вот тут Крыму козу показывают, они хоть как-то эту самую Украину будут все-таки вытаскивать. Ведь надо же жить в стране, надо же хотя бы удерживаться на плаву, чтобы не утонуть и не развалиться, как Титаник, на куски, и каждый кусок будет плыть в какую-то разную сторону. Или к этому все идет? Слушай, ну, понимаешь, 2021 год будет для Украины самый страшный. И не надо иллюзии питать, что кто-то там Украину начнет за потыльки вытаскивать, спасать ее. Да никому она в Европе и в Америке не нужна. Это просто Украина сегодня создается как таран для России, пущечное мясо, испытательный полигон. Ну что ж, кролики, либо мышки, мы на вас все, что хочешь, будем испытывать, проводить эксперименты, будем посмотреть, поддаетесь вы дрессировке или нет, или все-таки сопротивляетесь. Экономическая часть будет очень плохая. Знаешь, война, долговая нагрузка очень большая. МВФ выжимает все. Страна практически превратилась в раба и в мусорную свалку. Европа валит в Украину всякое дерьмо. Как в хозяйственных отношениях, в экономических, там, в медицинских, в учебных и так далее. Все. Там и Бандера, там и, будем говорить, медикаменты испорченные, не испорченные. И плюс выкачивает самое основное, это трудовые ресурсы. А народ, тот, который может еще работать, думать, он убегает. Остается страна пенсионеров. Страна пенсионеров. Алексей Валерьевич, да, все, ты появился на экране, видимо. Да, остается страна пенсионеров. И это самое страшное. Ну, а самое главное, это то, что сегодня Украину ведут к войне. Как бы мы этого не хотели. Я много об этом говорю. Многие показывают мне пальчиком, что ты головой не грузишь. Алексей Валерьевич, дело в том, что любые протестные настроения проще всего гасить перед направлением энергии на внешнего врага. Вот сейчас и Зеленский, и Порошенко, и Аваков, кто бы не управлял страной, они в какой-то момент поймут, что или сейчас эти люди нас сметут, как вот в Нигерии показывают, да, продовольственные склады, громят, и люди растаскивают все, что можно, и там просто уже никто ни на кого не надеется. Или всю эту агрессию, всю эту ненависть сконцентрировать в один такой гиперболоид инженера Гарина и направить его, условно говоря, на Симферополь, на Донецк, на Луганск или вообще... Ну, понимаешь, это, конечно же, возможно. Но как бы они к более тяжелому не привели, к более тяжелым последствиям, понимаешь? Ведь тут палка в двух концах. Мы же понимаем, что нарастают еще внутренние нары. И ты посмотри, выборы, те, которые прошли, они показали популяризацию полную. Украина еще дальше вглубь раскололась. Ушел Донбасс, ушел Крым. Ну и что мы увидели? Под Днепр раскол полнейший. Поэтому тут надо еще этот фактор учитывать. А еще если как они примут закон о выдаче оружия, да, хотят выдать оружие, то это вообще непонятно, чем это закончится. То есть они не понимают, с чем они играют. Я вижу впереди трагедию. Это мое личное мнение. Как бы кто-то мне относился к этому, но это факт. Просто оно затаскивает, а Россия в данный момент, ну она как амортизатор действует и отдаляет, будто бы кажется. Ну да, время проходит, а людей-то больше ведет. А смертность на Украине еще больше стала. А в Донбассе каждый день стреляют. Ну, по смыслу вроде кто отдаляет, а по факту наоборот губим. Поэтому это факт. Да и все. Алексей Валерьевич, но тем не менее, хочется услышать от тебя несколько добрых слов. И нам, трудовому коллективу Новостного фронта, а он у нас большой, и редакции у нас разбросаны по половине мира. И нашим зрителям, радиослушателям, читателям сайта Ньюсфронт. Бог с ними, со всеми проблемами и бедами. Главное, что Дедушка Мороз под елочку что-то же принесет. Вот ты в роли Деда Мороза, который что-то доброе говорит деткам, которые собрались на утренник. Слушай, ну, я хочу просто не как Дедушка Мороз, а как человек пожелать всем здоровья, мира, которого нам не хватает. Я как человек хочу, чтобы всем пришло успокоение, чтобы в Украине и везде задумались, что самое главное это, наверное, детский смех, здоровый образ жизни, мир над головой и счастье. Ну, а нам, народам, хочу пожелать, чтобы мы уже примирились и закончили говорить о войне. Вот этого я хочу сегодня, потому что без мира ни у кого не будет счастья. мы будем улыбаться, мы будем чего-то кому-то как-то желать. А вот самого того, чего должно быть, это душевное успокоение, справедливость, этого не будет. А если этого не будет, значит, не будет добра, значит, не будет у нас будущее. поэтому я желаю только мира всем. Алексей Валерьевич, спасибо тебе огромное, тебе желаем выдержки, твердости духа, конечно же, крепчайшего здоровья, чтобы не болел, не мучился, чтобы радовался той жизни, которая и есть, потому что пока мы живы, у нас все впереди. Ну, а если случится что-то плохое, тогда впереди ничего не остается. Вот я хочу, чтобы впереди у тебя была долгая, радостная жизнь, чтобы родной твой город тебя встретил, и чтобы опять там вот в городской администрации, исполкоме, в горсовете появилась твоя фотография и почетный гражданин Терупинска, или как теперь Олежки называется. Тем не менее, я хочу, чтобы как можно скорее и ты, и другие хорошие люди вернулись домой и занялись обустройством своей малой родины. Тогда, может быть, туда и мир придет, и порядок. Удачи тебе, с наступающим Новым Годом. Спасибо. С наступающим. Итак, дорогие друзья, это был Алексей Валерьевич Журавка и программа На самом деле. Спасибо всем, всего самого доброго, берегите себя. Пока.